Сегодня стали известны новые подробности в деле похищения красноярского бизнесмена Акифа Шахалеева. Преступники силы посадили мужчину в машину, избили и бросили под мостом без сознания. Некоторые представители азербайджанской диаспоры возмущены и считают, что сложившаяся криминальная обстановка в Красноярске очень напоминает лихие 90-е. Тему продолжим в материале далее. Хозяин здесь, на месте? Нет. А давно видели его? Я отдыхала, потом я не знаю. Нет нормального. Нормально? Нормально. Ну а здесь на работе появляются или нет? Ну пока нет. Своего начальника подчиненные не видели уже несколько дней. Не отвечает бизнесмен и на телефон. По неофициальной информации мужчина находится за городом. Красноярского предпринимателя Акифа Шахалеева, владельца фруктово-овощного рынка «Луччи», кафе «Лэли» и «Меджнун» посреди белого дня похитили на улице Алексеева. Эти кадры сняли очевидцы. По одной из версий Шахалеев ехал за рулем своего рейндж-жовера. Ему перегородили дорогу вооруженные люди в масках и камуфляже. Скрутили, посадили на заднее сидение и увезли в неизвестном направлении. Предпринимателя избили, а спустя некоторое время бросили под мостом без сознания. Люди были в полицейской форме. Просто людям становится страшно. Как так? Это среди белого дня в полицейской форме могут забрать любого. Там были четверо, двое из них говорили кавказским акцентом. А двое, скорее всего, славяне. Это, скорее всего, преступники, переодеты в полицейскую форму. И люди очень хотят, чтобы было проведено объективное расследование. Шамиль Гейларов знает пострадавшего больше 20 лет. Отзывается о бизнесмене положительно. Говорит, в криминале не был замешан. Между тем, некоторые представители азербайджанской диаспоры считают, что к похищению Шухалиева могут быть причастны его соотечественники. Эту версию публикует информагентство «Спутник Азербайджан». Якобы в свое время предприниматель бизнесменам азербайджанцам помогал деньгами. А у тех, кто не смог свое время надать долг, Шухалиев забрал объекты. По другой версии, в Красноярске идет активная борьба за овощные рынки. Шамиль Гейларов этот вариант не поддерживает. Мне мало верится, что без каких-то овощных пазаров или рынков это произошло. Это было какое-то предупреждение, какие-то другие слухи идут еще. Но, конечно, я это озвучить не буду, потому что это слухи. Вообще злостно много стало. 90-е годы мы, например, показываем иногда, но 90-е годы гораздо было интеллигентно, скажу, кавочки, конечно. Еще одна криминальная история произошла в Красноярске в марте этого года. На парковке возле взлетки Плаза неизвестный несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину, который сидел за рулем авто. Потерпевший скончался от тяжелых ранений. А родственники погибшего за достоверную информацию об убийце тогда предлагали полмиллиона рублей. Известно, что потерпевший владел несколькими фруктовыми павильонами. Его убийцу задержали спустя месяц. Однако оперативники предполагают, что подозреваемый – это лишь исполнитель. А вот заказчика еще предстоит найти. По версии следствия, преступники требовали у Акифа Шихалиева крупную сумму денег. Целью раскрытия преступления создана следственная оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска. Раскрытие этого преступления находится на контроле начальника Главного управления ВДР по Красноярскому краю, генерал-майора полиции Александра Ричицкого. Следователи завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальное наказание которой 15 лет и штраф 1 миллион рублей. Но пока никто из преступников не пойман. Алина Сануева, Владимир Фетисов, 7 канал. Что у вас случилось, Акиф? Я вас слушаю. Пожалуйста. Уважаемый Андрей Викторович, в 21-м году у меня рейдерским захватом захватили мою собственность. Это вот база, которую вы строили 18 лет? Базу, которую я строил 18 лет. Большая база, дорогая. Сколько она стоила? Миллионов триста? Я думаю, что от 200 до 300 миллионов стоит сегодня. Охотничья база, да? Или просто база отдыха? Нет, нет. Там овощной рынок, база овощная. Ресторан, огромный ресторан. Ресторан я знаю. Лейла Меджну. Такой знаменитый был ресторан в Красноярске. Да, в самом деле был знаменитый. В общем, овощной ресторан, овощная база, ресторан, зона отдыха. И все это ваша недвижимость. 300 миллионов от 200. Кто рейдеры, как вы предполагаете? Рейдеры не то, что предполагаю. Люди Поддубного приехали. Кто такой Поддубный? Много раз слышу эту фамилию. Поддубный? Какой-то авторитетный... Криминальный авторитет еще 90-е годы, и сегодня у него огромная группировка, в самом деле. И я хотел бы, то, что собрал документы, я хотел бы обратиться к Генеральному прокуратуре, чтобы отправили в Красноярск группа сотрудников прокуратуры. Бригада, это называется. Бригада. Слушайте-ка, а вы обращались к Генеральному прокурору лично, что вот произошел такой беспредел, у вас отняли базу и ресторан? Лично к Генеральному прокурору я не обращался, а обращался к Генеральному прокуратуре. У меня есть заявление. Получили отписку? Получил отписку, как всегда, как бы, да. Следственный комитет, я лично был у Александра Ивановича Вастрыкина, он возбудил уголовное дело. Вы были до похищения вас или после? После похищения. В каком году вас похитили? Меня в 17-м году похитили. Сколько держали в тевнице? Вооруженные люди 6,5 часов держали меня. Да. В самом деле... Кто эти люди вы установили? Я вам скажу буквально об этом два слова. Дело в том, что меня похитили, сломали мне с двух сторон ребра, протыкали всю тело с ножом. Пять человек, и ни полиция, ни следственный комитет в крае не захотели, два года не хотели возбуждать уголовное дело, пока я не попал на прием Александру Ивановичу Вастрыкину. И тогда был первым замом Игорь Викторович Краснов, именно он настоял, чтобы возбудили уголовное дело. И до сих пор, к сожалению, пока никаких результатов нет. То есть дело есть, результатов нет? Да, есть, как бы работает следователь, и толка нет. Именно Виктор Поддубна в моем офисе пришел и сначала отказывал, а потом признался, что да, он организовал мое потешение. Даже признался? Признался. А как это признание было выражено? Документально? Вы знаете, Андрей Викторович, когда с человеком 25 лет общаешься, и через день с ним сидишь вместе кушаешь, от него что-то скрывать очень сложно. Потому что он знает каждое твое движение. Поэтому ему было очень сложно от меня скрывать. И когда он признался и сказал, что лучше работай дальше, в самом деле, может быть, мне лучше надо было его послушать. Потому что он сказал, что лучше давай будем дальше работать. Ты знаешь, какие люди за мной стоят, мне ничего не сделаешь ты. Он был прав в том смысле, что после этого еще меня посадили. А посадили за что? Посадили, они приехали рейдерским захватом, захватили мою собственность. И меня, в самом деле, не пускали, как бы, объект, который 18 лет я строил. И тогда они, когда пытались мне угрожать с оружием, я зарегистрированное ружье с машины взял после того, как меня похитили в 17-м году. Постоянно я носил с собой оружие. И вот взял охотничье ружье, выстрелил в воздух, и они разбежались, эти бандиты, около 30 человек. У меня есть видео, как бы, есть записи всякие. А потом я узнаю, что люди, которые, 5 человек похитили меня, из них двое действующие сотрудники ФСБ. Вас оправдали в итоге? Вот вы просидели в тюрьме. Чем закончилось? Меня оштрафовали. То есть судимость у вас осталась? Штраф вот это осталось, как бы. Да, оштрафовали, но, значит, судимость есть у меня. То есть сегодня у вас нет ни имущества, ни денег, и все это в руках неких людей? И в руках, в самом деле, Андрей Викторович, есть. А уголовное дело по факту грубежа у вас? Вот у вас отняли огромное имущество, 200-300 миллионов рублей, для кого-то шальная сумма. И рынок, и ресторан. В чьих руках это сегодня все? Сегодня в руках банды подобного. Это вы как факты говорите? Это факты, есть все документы. Понимаю, проверять будем. Но скажите, пожалуйста, вы обратились к прокурору, к сегодняшнему, к Красноярскому? Там же меняются прокуроры. Он даже не хочет слышать. Местный прокурор? Местный генерал. Это прокурор края. Почему? Боится подобного наше предположение. Я не знаю. Там ему интересно, что какой может быть, как бы, общее отношение с криминального авторитета и прокурора края. И вы ждете от Игоря Красноярскому бригаду из Москвы по-другому никак не восстановить справедливость? Я очень хотел бы, чтобы Игорь Викторович отправил туда комиссию. И я готов доказывать все, о чем я говорю. И каждое слово за свои слова я отвечаю. То есть вы готовы сделать письменное обращение, как полагается по закону? Я прибавляю свое к этой бумаге свое. Поэтому, Андрей Викторович, именно я пришел к вам, потому что я знаю вас как честного журналиста. Давайте мы сформулируем, что вы хотите от генерального прокурора. Первое. Проверить что? Почему рынок, ресторан, который строили вы, вот документы, что это ваше, оказалось в руках бог знает кого? Я правильно понимаю? Правильно. И почему вы оказались в тюрьме? Что это за штраф такой? Что за идея? Что за история? За что вас посадили? Оштрафовали? Не важно. У вас уголовное дело. Возбудили уголовное дело, посадили меня. И в самом деле в тюрьме даже люди смеялись, что за эти статьи первый раз мы увидели. Вы сколько просидели? Семь месяцев я сидел. Снизу? Да. Потом штрафы выпустили? Вот буквально недавно штрафы выписали. Это уже через месяц... А за что вас посадили? Какой-то выстрел сделали? Воздух выстрелил, и они разбежались. Те, кто нападал на вас? Да, те, кто нападал на вас. Так это самозащита называется? Вы его защищали? Я просил следователя, вот это интересно, что я просил следователя, что, пожалуйста, напишите, как было. Я тут же подпишу. Вот вы возбудили против меня уголовное дело? Я тут же подпишу. Она говорит, нет, я как было, не могу написать. И когда меня уже выпускали из тюрьмы, следователь мне говорит, у вас уже землю отжали, вы не переживайте, вас уже не посадят. Я еле сдержался, когда эти же слова повторила она в следственном отделе, я сказал, будьте вы прокляты, вы мне жизнь сломали. Она говорит, зачем вы мне ругаете? Все равно кого-то заставили бы возбудить против вас уголовное дело, а я это сделала, потому что через два года мне на пенсию. Это вообще, я не знаю, как можно это все... А вы не боитесь того же, вот вы называете имена этих всех авторитетов сегодня? Или все-таки у вас есть страх за свою жизнь? Мало ли что... В самом деле... Вот вы сейчас делаете очень серьезное заявление. Это очень серьезное заявление. И ответом Краснова, и будет бригада, не будет из Москвы, проходит месяц. Вы понимаете, что если за этот месяц с вами что-то происходит, то нет человека, нет вопросов. Вас могут испугаться, вы не боитесь этого? У вас только исчезновение странных людей. Карпов пропал в вашем Красноярске, знаете, еще там кто-то. У вас там непросто. Не боитесь вы всего? В самом деле, я вам скажу, что после моего похищения мне сделали инвалидом. Мне 61 год. Убьет так пусть убьет. Я хочу, чтобы это преступление раскрылось. Принципиально, я верю. Принципиально. Поэтому я уже ничего не боюсь. Итак, давайте еще раз сформулируем, что вы хотите от генерального прокурора. Первая бригада из Красноярска по поводу похищения у вас, недвижимости и издевательств над вами. Похищения и вашего, и уголовного дела, чтобы проверили все за последние годы, все связанное с вами. Правильно я понимаю? Правильно. Я хочу, чтобы приехали, проверили, законность это все в самом деле. У меня есть все документы. Давайте сделаем следующим образом. Вот сейчас при всех говорю. Вы пишите свое заявление, короткое, на имя Краснова. Я к этому заявлению прикладываю свое, основываясь на нашем сегодняшнем разговоре, свое заявление. Делаю сноску на наш разговор. Копию посылаю прокурору Красноярского края. Может он не будет ждать Огрика Краснова, сам все проверит. Это их прямая работа в порядке надзора. Проверить, что происходит. Законность соблюдать. Это их работа. И через 30 дней, рабочих дней, мы снова возвращаемся в эфир, когда получаем ответ от Краснова, что будет. Будет ли проверка серьезная. Или уже идет проверка. Или не будет проверки, не обращайтесь. Не надо. Я думаю, что Краснов нас услышит. Ну, как он нормально реагирует. Все такие вещи. Вот давайте так сделаем. Ваше заявление. Мое заявление со ссылкой на сегодняшний эфир. Отправляем. У нас будет скрин, что мы отправили. И номер поручения. И ждем ответа. Потом встречаемся, обсуждаем ответ. Хорошо. Огромное спасибо и вам. У нас так было с Давиденко, вы знаете. У нас так было с приморскими бандитами. Приморские подонки был материал. Замечательный парень. Добился справедливости. Именно таким образом. Иногда получается. Не всегда. Не всегда. Иногда получается добиться. Ну, мы все-таки 15 человек вывели из тюрьмы. После наших сюжетов в 15-м. Это моя большая гордость. Вышли из тюрьмы. Ребята уже осужденные, как Артур Прель, на 3 года тяжелого. Отсидевшие 3 года осужденные еще на больший срок. Вышли. Были полностью оправданы. Верховным судом. Пленумом Верховного суда. Это мы все сделали с помощью и в том числе тогдашнего генерального прокурора. Но не только и президента. Продолжение следует.